друзья всем привет меня зовут юля и вы на моем кулинарном канале сладкий персик мы продолжаем с вами готовиться к пасхе и сегодня будем печь настоящий кулич но сделаем его совсем без дрожжей и даже без яиц но даже несмотря на это кулич получается очень вкусным воздушным и влажным пойдемте быстрее посмотрим рецепт нам понадобится куркума кефир пшеничная мука сахар сливочное масло сода лимон и немного изюма и сначала мы приготовим изюм изюм нужно помыть желательно залить его кипятком примерно на 10 минут и разложить на бумажном полотенце чтобы он хорошо высох изюм можно оставить сохнуть на тарелке на несколько часов и дождаться пока он высохнет сам а можно просто хорошенько промокнуть вторым бумажным полотенцем затем обсушенный изюм складываем в глубокое блюдо чтобы туда уместился добавляем одну столовую ложку обычной пшеничной муки и хорошенько все это перемешиваем эти манипуляции нужны для того чтобы когда мы добавим изюм в тесто для куличей он у нас не опустился на дно а равномерно распределился по куличикам пока что убираем изюм в сторону и займемся лимоном лимон нужно хорошенько помыть и снять на мелкой терке с него цедру пожалуйста снимайте только желтую части белая часть нам не нужно она может давать горечь цедру перекладываем небольшую тарелочку это же убираем в сторону она нам пригодится чуть позже и теперь займемся непосредственно тестом для куличей берем глубокое блюдо и просеиваем туда пшеничную муку если муку просеять что тесто получится еще воздушнее и куличики еще вкуснее теперь также просеиваем соду соду тоже лучше всего просеивать потому что она бывает с комочками и хорошенько перемешиваем с помощью венчика соду вместе с мукой затем добавляем туда кефир кефир можно брать любой жирности которые вам больше нравится у меня была жирность 32 процента не кефир добавляла двумя частями и хорошенько вымешивала венчиком нам нужно добиться того чтобы в тесте не было комочков но тесто пока что будет выглядеть очень и очень густым не пугайтесь и это нормально просто наливайте кефир частями и хорошенько вымешивайте тесто потом она станет похожим на тесто для обычных оладьев она будет густое но практически без комочков теперь берем другую мисочку наливаем в неё растопленное сливочное масло насыпаем сахар и добавляем совсем немножко куркумы мы не используем тесте яйца поэтому мы добавляем куркуму для красивого золотистого цвета все это дело хорошенько перемешиваем с помощью обычной столовой ложки миксер здесь не нужен потом добавляем в нашу сахарно-масляную смесь натертую лимонную цедру и снова перемешиваем вот такая яркая желтая красота у нас получается теперь содержимое этой тарелки мы добавляем в тесто наше тесто для куличей которые с кефиром и тоже это все хорошо перемешиваем до однородности перемешивать можно обычной столовой ложкой или венчиком миксер здесь не пригодится и вот так вот должно выглядеть готовый тесто на желтенькое и очень красивая и теперь в это тесто мы насыпаем наш изюм который мы приготовили в самом самом начале рецепта и тоже все это равномерно перемешиваем так чтобы изюм распределился по тесту ну что наши куличи уже можно печь берем формы для запекания у меня были бумажные формочки вы можете использовать такие какие вам больше нравятся главное чтобы они были одного размера тогда все куличи приготовиться одновременно с помощью столовой ложки раскладываем тесто по формочкам формы до конца заполнять не нужно раскладываем примерно на половину или чуть чуть больше и убираем в разогретую духовку выпекаем наши куличи при 180 градусах примерно 35 минут посмотрите какой он красивый и очень сочный такой вкусный кулич у нас получился самое главное в этом рецепте что такой кулич можно сделать очень быстро не нужно ждать пока дрожжевое тесто поднимется просто замесил все и поставил в духовку рецепт очень выручает если вам вдруг срочно нужно испечь куличики не забудьте пожалуйста поставить лайк подписывайтесь на мой канал и смотрите много пасхальных рецептов